Привет-привет! Я тоже надела тёплый носочек, чтобы не видно, что я в носочках была. Блин, давай посмотрим, сколько человек. 93 человека. Кукосики, братцы! Привет! Привет! Я никогда не вела прямые эфиры. И если что не так... Жалко, нельзя запиликать мат. Я постараюсь очень сильно не материться. Блин, что ты? Нет, нет, нет. Мы вообще спортсмены приличные, нормальные. Да, да. И потом... Россия! 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 Привет, привет, всем привет! Слушай, ну давай поболтаем. Что же ты делаешь на карантине, Ира Королёва? Вот сейчас в прямом эфире. Я сижу на самом частом месте этого карантина. Столиста своего дома, диван. Да, это серьёзно. Причём это вип-место, которое уже про... Она принимает ортопедические места моего тела. Ну, как вот... О, там Кадзи к нам! Смотри, нас Кадзи смотрит! Кадзи, мы качаем рупу-цупу, рупу-цупу каждый божий день. Нет, да, Саря? Нет, ты знаешь... Нет, я правда... Я сначала... Ну, что-то... Ну, я начала. Я тоже. Я начала, честно, я начала растягиваться хотя бы, хотя бы начать с того, что вообще... Я уже начала стихи этот сочинять. Кровать, диван, кровать. А, нет. Диван, кровать, диван. Инстаграм, ватсап, телеграм. Это те программы, по которым ты по кругу листаешь, короче, когда они... Знаешь, ты лежишь на диванчике и там... Так, телеграм, так... Это я уже смотрела, там, да, Новик. Вообще, поэтому... Слушай, о, Биря, я тебе такое скажу. В Казани погода такая, о которой ты мечтала просто всю зиму. Она восхитительна вообще. Слушай, ну давай вот такое спрошу. Типа, топ-3 развлечения у тебя на карантине. Вот что ты делаешь, прям радуешься. Спать? Так. Так. Есть? Так. Слушай, ну я очень много убираюсь. Я не знаю, как так получается, я прям... У тебя дом 300 квадратов, что ты хотела. Но я еще... Я уже неделю планирую помыть окна и сон забирает все время вообще. Вот как бы нужно окна помыть, потому что погода хорошая. Но я выбираю поспать. Я профессионал. Профессионал, я... Да. Вот. Вот. Слушай, я имею посудомоечную машину, мою посуду вручную. Потому что это самые полезные пять минут моей жизни. Ну да, сон. Хорошо поесть, поспать, поесть, поспать на одном боку, на другом. Так. Ну в магазин сходить все-таки. Дойти до магазина по вот 20 минут это вообще лучше. С псиной еще погулять. Я молодой. Я молодой. Просто седой. Просто седой. Снег упал на плечи. Биря, как ты держишься без салонов красоты? Ну как бы я такое вообще. Я маникюрчик прямо перед карантином сделала. Я тоже. Я успела. У меня, смотри, какое весеннее, а на улицу не выходишь. Вообще классно. Блин. Ну, кстати, как ты отнеслась к новости, что мы сидим до 30-го. Что мы спим до 30-го числа. Короче, кто остается в команде на следующий год? Я остаюсь. Я, Биря, а ты остаешься на следующий год? Конечно, я от тебя просто... Да! Ура, ура! У-у-у-у-у! Вечеринка! Та-та-ра-ра-ра-ра! Прокачаем мы! Это все. Я предлагаю это вообще, вот прям, не знаю, это будет девиз года. Ну, на самом деле, мне кажется, все равно столько, я поняла, что столько без тренировок, это безумно тяжело, потому что уже начинает поднывать, ну, как бы оно какой-то кусок времени отдохнуло, такое, типа, все, тело такое сказало, о, е, да, все, восхитительно, и все. Блин, слушай, вот, ты, кстати, вот ответила уже на один вопрос, да, как без волейбола, я, если честно, по девчулям, по всем очень скучаю, если сейчас кто-то из наших смотрит, знайте, вы мои друзья, блин, давай расскажем историю про Симу, давай, давай, короче, вот, и Айдар выносит билеты и спрашивает, что, кому сколько, спрашивает, Жень, старцы тебе сколько, он говорит, ну, у меня вот столько, там, Ир, Заряшка, а тебе сколько? И мне, там, два, три, все называются, там, какое-то количество билетов, спрашивает, типа, Сима, а тебе сколько? Она такая, а мне не надо. Женя спрашивает, слушай, Сима, ты столько лет в Казани, у тебя что, нет друзей? На что Сима ответила, я думала, вы мои друзья. Слушай, я хочу сказать, Сима, мы твои друзья. Сима! Yeah, yeah, round! Значит, я предлагаю на все вопросы, кто остается в Казани, кто уходит из Казани, не отвечать, это интрига будет, держать эту интригу вообще до максимума, просто вот прям до максимума, да. Если бы мы сами знали. Да, да, ну, мы так, это, мы там, ой, да, вы лучшие подружки, мы лучшие, так, ты мой лучший друг. Ты всегда в моем сердце. Inside my mind, да, да. Я просто телефончик держу рукой, вот так, вот так. Вот так, да, моя любимая. Твое здоровье. Сейчас скажут еще, сейчас скажут еще, типа, Биря пьет в прямом эфире. Что, давайте еще вопросики, вопросы, вопросы, матросы. Не, мы можем что-то свое пораздувать, а туда иногда подглядывая, ты такая, о, точняк вообще, вообще. Биря, когда замуж? Вот этот, вот этот вопрос надо ответить. Ребята, я пока не собираюсь. Простите. Не хочу, не хочу, пока. Так, а что ты смотришь, кстати, вообще? Какие фильмы перед... Ой, ты смотрела новый выпуск «Что было дальше?» Да, дальше! Что было дальше? Да, мне понравилось. Слушай, ну с Дудем я очень посмеялась, очень-очень-очень, прям вообще. А Лолита была такая уже серьезная леди вообще уже, так, но все равно мне понравилось тоже. А ты у себя на экране сверху или снизу? Я снизу, а ты? Я сверху. Доминируешь, гадина. Ну потому что это я тебя позвала, понимаешь? Жалко, конечно, что вот, знаешь, по гостям нельзя ходить, потому что надо посидеть. А, да, да, нельзя, нельзя, да. Ну нет, на самом деле это шуточки, и я правда сижу дома и не хожу по гостям. И, ну, пока нормально. Знаешь, я бы ходила, но мои гости от меня все позакрывались. Брят, Биря, это для тебя. Да, брят. И давайте все вместе брят, брят, брят. Так, а почему не отвечаете на вопросы? Ладно, давай поотвечем. Слушайте, они у меня так быстро пролетают, я даже не успеваю вообще понять, на какое можно ответить. О, там вот эти сердечки, они пол твоего лица заняли. Вообще восхитительно. Человек писал, старался, это очень круто. Я вся в любви. Так, слушай. Да, всем. Так, что там по песням? А по песням что? Ну, как бы песни есть в нашей жизни. Вообще поем, танцуем. Ты видела, как мне вчера было плохо? Я сушила голову. Да, да. Образ и вообще очень кайфанула. Пять минут потраченной электроэнергии. Вообще недаром, я считаю. Вот. А у тебя была... Ты знаешь, мне наплевать. Я хочу танцевать. Я хочу танцевать. Вот. Чем занимаетесь дома? Ну, кстати... Мы рассказывали. Ну и да, еще фильмики я смотрю. Подожди, а еще песни я... Иди сюда и танцуй! Иди сюда и танцуй! Вот это я еще такую песню знаю. Так, что-то я подожди, не поняла. Это ты... Тебе кажется, что ты сейчас очень хорошо. Билли, Билли, ну я тебя отправлю. Я спела идеально. Там просто другие слова, они особо важные. А вот это, иди сюда и танцуй! Это, короче, хорошо. О, давай спросим, кто-нибудь понял вообще, что это за песня такая? Давай! Ребята! Ну, иди сюда и танцуй! Я знаю... Вот так и поет. Это Монатик? Что, смущай тебя! Это... Ну нет, нет, это... Они там при припевах рэпчик такой, а потом в куплете, да. Иди сюда и танцуй! Я не знаю, что-то там. Ты сюда и танцуй! Я, короче, заказал себе мозаику на полторы тысячи и вот собираю вообще. Потом доделаю. Если до 30-го числа я справлюсь, я прям вообще похвастаюсь с этого вот. И раскрасочки по номерам очень спасают, по-моему, всю ситуацию. Вот. Я выкинула вот такую стопку бумаг. Я начала разбирать бумаги, и в твою комнату лучше вообще не заходить, потому что там взрыв вообще. Блин, а еще, кстати, придумала, типа, что еще можно, чем занять себя дома, да, помыть окна, а еще можно все кроссовки перемыть. Знаешь, это занятие вообще у меня на две недели. Пока все кроссовки соберешь, пока помоешь, посушишь, пока все... Ну, потому что я не стираю их в машинке, у меня сердце разрывается. Мне кажется, что моя машинка стиральная сломается после этого, поэтому это вот занятие такое интересное. Да, у меня... Я тоже... Одно из самых частых занятий-то загрузить и разгрузить посудомойку. Так, вот, Заря, кстати, Биря и Заря, как бы вы назвали своих детей? Как бы ты назвала своих детей? Я сейчас скажу, и так все начнут называть, и что мне делать? Ну, на самом деле, я тебе тоже расскажу. Нет, я, знаешь, как хотела очень сильно? Я хотела очень сильно дочку назвать Авророй, типа, как богиня утренней зари. Типа, что вот, как бы, Заря, Заря и Аврора, вот, и вообще такое. Так. А Биря, есть ли молодой человек, ты посмотри, а? Бирь, есть? Подожди, гости, а я еще, кстати, дошла, я вот тут читаю. Так, Заря спрашивает, какие фильмы? Ну, что вы вообще смотрите? Есть какая-то, ну, я знаю, какие-то фильмы недавние, которые ты смотрела, тебя прям вообще очень впечатлили. Давай, рассказывай. Знаешь, что я посмотрела недавно? Мы посмотрели сериал «Оттепель», он русский, короче, и, ну, не знаю, мне очень зашел. Я думала, это весна, а это «Оттепель». Да, да. «Тепель». Вот, и, короче, знаешь, что у нее еще, ну, это я давно смотрела, но раз вот мы про «Оттепель» заговорили, есть тоже русский сериал «Красная королева», про то, как тоже в СССР работали моделями. Слушайте, ну, очень красивые костюмы, прикольная игра, очень мне понравилась тоже. О, Биря, я тебе расскажу, что у нас было вообще. Знаешь, что у нас было? Мы заехали на хлеб-завод номер три и купили три свежайших торта, это торта. Биря, это был взрыв просто. У нас было одно утро, мы такие, а давай торт. И мы, короче, достали все три, сделали себе чай и завтракали. Знаешь, после дня рождения или после Нового года, короче, ты вот завтракаешь. Да, да, да. Это был, короче, это был Наполеон, он вот реально, мы завтракали там 30-го, они были 29-го. Наполеон какой-то вкусняшка, типа, алиографские развалины. И третий был, короче, это какой-то, ты бы знала, как мы его купили, значит, а мы выбираем, подходит женщина. Ты говорит, нам, короче, ну, такое полуменю там наклеено на эти. И она говорит, а вот этот торт победитель номинации, на туда-то кого-то там, да, и мы, и все, и ушла. Просто, знаешь, не дожидаясь ничего, не ответственность, она просто развернулась и ушла. Делайте свой выбор сами. Да, практически так и было, все, и мы уехали. Но, слушай, они были восхитительны, мы такие, ну, надо попробовать, чтобы она порекомендовала. И, слушай, это реально, это было очень вкусно. А еще классика, классика, хлеб-завод номер три, это самый, наверное, традиционный подарок от меня, это чак-чак асорти. Это потому, что вообще нереально. У меня подружка из Новосибирска, чуть ли мясо после него не начала есть, конечно, я шучу. Она пришла, она говорит, блин, так аппетит накушали, и она в день съела столько, сколько за неделю не ела, наверное. Она так, блин, все, чак-чак, пробуждает аппетит. Передают привет из Казахстана. Казахстан! Не-е-е! Это мархаба там у них тоже, или как у них говорят по-казахстански? Как по-казахстански привет? Здравствуйте. Что вы хотите, ребятушки, там вот просят, так много просят про волейбол, но у нас волейбол закончился когда? 30 марта, да, наверное? Они волейболистки, что ли? Да, да, это мальчик знакомый мой. Не-е, вы что, какой волейбол это? Что? А волейбол это когда в корзину или через, это, в кольцо или через сетку, да? Под скетболистки. Под скетболистки, да. Да, Заря, ну что, попутешествовала ты на моречке, да, я смотрю, тебе очень классно, весело. Куда хотел поехать этим летом? Давай, Агримова. Я тебя спула! Я тебя, мне... Я только эту рано, эта рана затянулась. В лес? А ты ее вот так расковыряла ее ножочком, ножичком по сердцу. Прости, я не специально на мои мечты. Да как не специально? Вы понимаете, что первое, о чем я мечтала, когда закончится сезон, это свалить на моря. Да, я мечтала об этом год. На моря, на моря, на моря, роди стоящего дикаря. Ну, я с мужем хотела, и поэтому, вот, и... Но, короче, по секрету, тебе, подожди, тебе, и вот у меня написано 87 человек, которые... Мы начали заниматься, короче, ландшафтом заднего двора. Поэтому, я надеюсь, что к майским праздникам, когда в том году в Казани уже было плюс 30, у меня будут шезлонги, и, может быть, я бы загораю в Казани. Интересно. С мамой смотрим трансляцию, можете передать привет Наталье. Наталья, Наталья, удали мои печали, Наталья. А у меня тоже мама Наташа. Да, вот. Веря, а у тебя как вам зовут? Ира. О, смотри, мама присоединилась, мама смотрит, смотри, мама Наталья. Наталья, там мама. Ой, вот, Заря, а какой у тебя размер ноги-то спрашивает? Очень тактичный. И это рубрика «Тактичные вопросы». Максимально. И это, знаешь, это самый часто задаваемый вопрос. Это вот размер ноги, который ты так... Знаешь, как неприлично спрашивать возраст у девушки, так и про это. Слушайте, а, кстати, у нас в этом году, Бит, ты заметила, что у нас в этом году с тобой были не танцы, а песни, потому что танцы были в прошлом сезоне. Мы из проекта в проект гуляем, короче. Да, да. Я тут видела недавно, короче, сейчас вот буквально недавно, там, ну, по-моему, Тимати и кто-то еще и товарищи, они, типа, передавали мыло такие. Ну, прикольно. Знаешь, что, типа, у тебя из этого кадра оно выходит мыло. Передавали или выняли? Ну, нет, типа... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Простите, простите меня, пожалуйста, 80-х. Ну ладно. Вот, слушай. Расскажите шутку. Вот, мне кажется, так всегда. Знаешь, когда, ну, расскажи что-нибудь, и ты так... Да, блин, ну ладно, мне нравится, запустите челлендж. А если мы запустим, давайте поднимем ручки вообще. Ручки, ручки, ручки! Кто его поднимет? Русский выше, олимпийский, я вас не слышу! Да, да, реально, типа, что хотите, давайте или... Как бы, можно или танцы, или песни. А можно, в принципе, этот, все вместе сделать. Песни и пляски. Бирь, я хочу... Нет, а когда откроют салон красоты, я подстричься хочу. А среди подписчиков есть парикмахеры? Песню, песню, заказывайте. О, слушай, а давай поиграем, типа, угадай... Нет, ну, как бы, у нас караоке эфир, давай нам будут... Я молодой. Так, мы уже пели, но давай еще раз. А, во, шальная императрица, поехали. Гуляй, шальная императрица. Бады я тех юных кавалеров, забываешь обо всем. И то, что бит она, и то, что кружит голову. А, вот, кружит голову. Вот, мне нравится, кружит голову, это монартик. Да. Да, и вот так можно, кружит голову, ай, да упаду. Кружит голову, ай, да упаду. Голову так, так, пришла и оторвала голову нам. Чумачейка, я весна. Просто я сейчас спела и сразу... А вода водится, мне очень нравится. Вода водится, так не годится. Ты разводил, умела, но я не хотела разводиться. Во, давай. Что? Мне понравилось, короче, тут два варианта. Спектакль о коне. Давай. Спектакль о коне. Но это очень сложная песня для караоке. Ты понимаешь, сколько голоса надо вообще? Да, позовем. Беречек, ты бы хотела какой-нибудь в зарубежный клуб поиграть? Ну, еще, в другом. Ну, не в этом году, да, хотел бы. Я пока... Нет, ну это ж потом тоже, у меня тоже как бы так этот... Да, хотел бы, да, хотела бы поехать. Слушай, я еще не была в Италии, не ела целый день, целый год макарон. Вот. И во Франции. Вот. И в Азии. Так-то, если я буду жива, здорова, полна силы и энергии, почему бы и нет, собственно. Я бы тоже хотела где-нибудь поиграть за границей. Мне интересно. Не знаю, как... Ну, как бы, как получится, все это сложится. Но... Ну, нет, во Франции, может, пока и нет. А тоже и Азию, и в Японии мне очень нравится. То есть... Ну, как бы такое, знаешь, ты можешь все перечислить в Японии, в Китае, мне кажется. Интересненько. Все равно. Корея тоже, мне кажется, хороший чемпион. Бразилия. Можно в Бразилии там что-нибудь такое там. Эй, Бразилия, там! Ну, как-то им-то во время эпидемии побольше, чем нам. Знаешь, им хотя бы на балкончик вышел, позагорал. И такая красавица у меня на балкончик. А у них что, почти скоро зима. В Бразилии-то скоро зима. Блин, это как Бетти рассказывала, что в Доминикане есть времена года и лета. И что во все времена года у них там жарко, а летом пипец, как жарко. Ну да, будем потихонечку прощаться. Ну, мы, конечно, не ответили на много вопросов, но мы повеселились. Нет, нет, ведь тут это так не работает. Да, поэтому, ребята, понять, простить, принять нас, в общем, любить, болеть. Болеть за нас, но не болеть так. Поэтому, ребятульки, в общем, обнимаем, целуем, баби щечки. Да, это было потрясающее время. И я думаю, мы все равно в какой-то момент можем и повторить, потому что это был удивительный опыт. Поздравим Бирю с первейшим в ее истории, прямым эфиром. Таким крутым, позитивным. Алло, алло. И поэтому я тоже желаю беречь себя. Мазать ручки кремом после того, как вы их хорошо помыли мылом. И носики, и носики. Аксалинка, аксалиновая мать. Да, да, не горит. Все, ребятушки, давайте обнимаемся. Последнее, челлендж запустим. Какой? Я что-нибудь придумаю, просто скажи «да» и пойдем. Я ленивая, я не хочу снимать, я тут, я видео неделями снимаю. Челлендж снимешь, снимешь. Подожди, ну а что тебе делать до 30-го часа? Челлендж придумаем, снимем, что-нибудь веселенькое. Да, вот, запустим. Все, короче, давайте всем, братцы, пока, сохрани эфир. Пока. Пока. Как вы что-то отсюда, объясни. Я завершу, завершу. Спокуха, спокуха. Пока, пока. Я очень буду ждать звонка.